Министерство по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области совместно с Министерством экономики и Омским региональным бизнес-инкубатором в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Новое поколение» в 2013 году провели конкурс на лучший бизнес-проект. Победителями тогда стали 9 молодых предпринимателей. Они представили жюри своей оригинальной бизнес-идеей, способствующей эффективному развитию экономики Омской области. На реализацию проектов лауреаты получили по 200 тысяч рублей и практически сразу приступили к осуществлению намеченных планов. Спустя год к некоторым из них мы отправились в гости. Родился я в деревне. В городе заработка сильного не найдешь. По профессии, диспруденция очень сложная профессия. Юристам очень сложно работать. Ну, как-то тянуло в деревню. Родители здесь, здесь поле, лес, свобода больше, чем в городе. Заработок нам хватает. Четыре года назад Максим Таранников, выпускник юридического факультета, решил начать свое дело. И не в городе, а в родном селе. По стопам родителей занялся выращиванием агрокультур. Для начала восстановил старое овощехранилище. Получил первый грант и на этом не остановился. В овощхранилище вложили миллион. С лишним. Миллион сто пятьдесят это получилось. Грант я брал на триста тысяч. В 2013 году Максим написал проект приобретения оборудования для сбора картофеля. Составил бизнес-план и получил новый грант. Купил механический картофелекопатель. Говорит, вещь для местной почвы крайне необходимая. Погодные условия у нас очень плохие. Сыро, влажно. Картофельные комбайны плохо идут в погоду. Первый картофель, когда копаешь, у него очень слабая кожура. Но идет цена на картофель. Приходится копать его либо вручную, либо картофелекопателем. Потому что он не так бьет картофель. Не сбивает кожуру. В сырую погоду мы только можем вот эти картофелекопатели копать. Так как он протрясает, и все равно мы можем эту картошку убрать, как-то высушить и реализовать. Только этим копателям Максиму удалось убрать около 300 тонн картофеля. Сотню в тон и 200 в этом году. Признается, финансовая поддержка в 200 тысяч – хороший зачин для молодежного предпринимательства. Продолжение следует... Иван Бабич занимается разведением редких в Омской области вьетнамских веслобрюхих свиней. Из 10 лет свиноводства 3 года он отдал на освоение новой породы. И практически сразу у молодого фермера с его быстрорастущим четвероногим семейством появилась необходимость расширяться. Решил принять участие в конкурсе молодых предпринимателей с проектом создания фермы по разведению вьетнамских свиней. Написал бизнес-план, подал по делам молодежи в министерство. Выиграл грант в размере 200 тысяч. Построил сарай, умини-ферму. Ферма будет рассчитана на 200 голов. Ее строительство еще не завершено. Впереди модернизация помещения, установка автоматических кормушек и поилок. И уже на следующий год Иван Бабич запустит производство на полную мощь. Деньги это значимо для меня были, потому что начало было. Начало есть, а закончить уже несложно будет. Поставили стены, крыши, это самое такое. Дело молодого предпринимателя имеет большую практическую ценность для Полтавки. Иван Бабич единственный, кто занимается свиноводством в этом районе. Сам выбором породы очень доволен. Считает ее перспективной и быстро окупаемой. Вьетнамские они выгодные, мало едят. В основном в рацион ходят солома, сено и отходы дешевые. Комбикормов никаких не надо. Мясо у них мраморное, диетическое, без холестерина. Народ любит мясо. Мне это нравится, нравится заниматься. Производство пилматериала. Производство пилматериала. Это только на севере у нас. А сюда возят готовый и всегда качественный материал. А современные станки, они производят очень качественный, ровный материал. Если чего, можно и строить ровные, красивые объекты. Василий Скворцов и проект производства пилматериалов и вагонки – один из девяти лауреатов конкурса. Решил пойти по стопам отца и заняться стройматериалами. Нашел свободную от конкурентов в таврическом нишу и теперь снабжает район качественной доской и вагонкой. Год назад Василию помогла финансовая поддержка министерства. Благодаря ей удалось купить дорогостоящий станок для распила. Я уже заранее, когда еще писал бизнес-план, нашел организацию, которая торгует этим оборудованием. Созвонился с ними, договорился, съездил, посмотрел у них, как она работает. Ну и вопрос возник, как поставить, где поставить. Вот это было большей проблемой, чем приобрести оборудование. Сейчас это временное помещение, где поставили один станок. Еще есть второй станок, который производят уже из изготовленного бруса. Вот на этом станке он готовится и производит он вагонку. Можно делать доску полы и различные другие материалы. Практическая ценность продукции Василия для района достаточно высокая. Строительство коттеджей в Таврическом идет полным ходом. Теперь местным жителям не нужно никуда ехать и заказывать материалы. В планах у этого парня – возведение цеха и открытие собственного магазина. Почему я в город не уехал? В город можно уехать, конечно, но это уже немножко не то. Как такового не видишь результата своего труда. А здесь это производство, это все делается руками, это чувствуешь. Не совсем другие ощущения, нежели работать, сидеть в офисе где-то. Это не по мне. Где родился, там и пригодился. Так можно сказать про каждого из молодых предпринимателей, лауреатов конкурса на лучший бизнес-проект. Возможность начать свое собственное дело и заработать средства на дальнейшее развитие они смогли именно благодаря грантовой поддержке программы «Новое поколение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова